Как вы живете все дни? Ну как, как на пороховой бочке. И дым, и в горле все першило, и жара, и вот это вот, и страшно. И когда Борисовка там горела, прям видно было вот это языки пламени. Горело очень здорово, сильно. Все задымленность было, даже не видать было метров до 300. Я вам скажу, солнце не было видно. 22-22. Это число жители Лаптево-Лага Угловского района запомнят на всю жизнь. Дата их второго рождения. Верховой огонь из-за сухой грозы едва не перебросился на жилые дома. Ветер был западный. Все в село, все в село. Если бы дом загорелся, это бы вся улица пошла гореть. Огонь распространялся с такой силой, что до жилых домов оставалось всего 50 метров. 50 метров – это длина пяти автобусов. Чтобы пройти это расстояние пешком, требуется порядка 30 секунд. Но огню хватит и пару секунд. Если бы это произошло, и огонь все-таки подступился к жилым домам, то сегодня деревне осталось бы одно пепелище. Трижды огонь подступал к деревне. Трижды спасатели отбивались от пламени. С огнем боролись больше 200 человек. Периодически возникали сложности с водой. По водоснабжению у нас было задействовано гидрант, емкость в лесхозе, которая находится. Также были задействованы две скважины в населенном пункте Топольное. И была установлена пожарная собственная станция на вододъем. Очень много машин и очень большой расход. И, в общем, была иногда очередь по заправке водой. В село и лес спасали пожарные. Самолет «Амфибия». Железная птица прилетела из Красноярска с неба тушить огонь в Угловском районе. Особенность крылатой машины в том, что она может заправляться непосредственно с воды. Правда, ближайшая заправка за Рубцовском, в 100 километрах от места горения. Но как только жители увидели амфибию, их счастью не было предела. Жалко лес. Здесь столько тысяч гектаров. О чем вы говорите? Это даже вот самолет увидишь, и тогар, слезы, и мурашки, и все. Господи, родненький, прилетел. Тушению пожара мешал сильный шквалистый ветер, из-за которого огонь перекидывался на сотни метров, рассказывают пожарные. Минерализованные полосы не помогали. Людей экстренно готовили к эвакуации. С улицы Боровой у нас там проживают три жителя. Они относятся к числу малобидных групп населения. То есть мы их эвакуировали. Остальных жителей также на автобусах доставляли в пункт временного размещения села Угловское. Жители, в общем, даже приносили продукты, питание в столовую. Особая благодарность также им, так как людей было больше 200 человек, участвовало в тушении пожара. С огнем спасатели справились. Жители вернулись домой. По их словам, в последний раз они так боялись четверть века назад, когда горел лес в соседнем селе. В 12 километрах от села Лаптифлок находится село Топольное. Здесь в 1997 году произошел пожар пострашнее. Выгорело не 3000 гектара леса, а все 20. Не обошлось и без человеческих жертв при тушении пожара погибли 14 человек. Машина заглохла, верховой накрыл пожар, и они, там температура больше 1000 градусов, говорят, была. Их просто не обошли легкие. Кто сгорел, кто вот так собирали их. Там потом страшное зрелище было, конечно, это ужас. У него, так, говорит, рука была, у него палец на станке, ноготь отрезала, и вот так. И зубы вставные были. По зубам только опознали. С тех пор 25 лет животное. Сын умер. У меня осталось вот две дочери. Самому младшему в списке погибших было 17. В память о случившемся на месте трагедии установлен памятник. Каждый год родные и близкие односельчане вспоминают адское лето 1997 года. А это Михайловский район, соседний с Угловским, то есть также расположен на юге края. Пожары здесь частое явление. Люди уже знают, появилось зарево, пора доставать чемоданы. Они с ужасом вспоминают о большом пожаре 12-летней давности. Тогда сгорело больше половины домов в деревне Николаевка. Село Николаевка Михайловского района совсем нетипичное алтайское село. Больше похоже на пригород краевого центра. Здесь прекрасный асфальт, дома обшиты сайдингом. И все потому, что село буквально возрождалось заново после крупнейшего пожара 2010 года. Пожар пошел с Казахстана сюда. Сначала низовой, потом верховой. Горел лес, пошел на село, начали гореть дома. Сгорело 200 домов. Тушить нечем, воды-то нет. А как так вышло, что воды нет? А башня не работает. Пепел разлетался на 20 километров от села. А все силовые структуры тогда стянули в Николаевку. Потушили. Село стали экстренно отстраивать. И уже спустя три месяца после пожара люди отмечали новоселье. Вы сами посмотрите, фундамент отлит. Смотрите как. Ему сколько лет уже? Смотрите. Он провалился, ниже дома уже фундамент лежит. Вон, снимите. И вот спустя 12 лет после инцидента в Николаевке огонь едва не подобрался к соседним ракетам, что всего в 40 километрах. Бояль, что в деревню зайдет. Если вот он пошел бы сюда, там трава сухая и все, могла бы пойти в деревню. Вот еще. Ой, ужас какой. Ну, верховой же шел. За неделю произошло 58 пожаров. Огнем пройдено почти 4,5 тысячи гектаров Государственного лесного фонда Алтайского края. Сколько из этой площади выгорело полностью, специалистам еще предстоит оценить. У нас-то дождя нету и не было. Упадет три капли и все. Климатологи прогнозируют, что в ближайшие годы в южных районах, в том числе в Угловском, Михайловском и в Славгороде, будет знойно. Летом из-за катастрофического дефицита осадков частота пожаров будет только нарастать. Один из выходов искусственно вызывает дожди. Если вводить в какую-то воздушную массу, где пусть даже недостаток осадков, так скажем, не слишком она насыщена влагой, вводить особые частицы, то образование капелек дождя может происходить быстрее. В нашем крае возможно такое? Конечно, возможно, но надо понимать. И летать надо авиацией, и люди должны быть специально обучены. Видимо, проще тратить миллион на восстановление деревень и лесного фонда. Так, июньский пожар этого года вылится в копеечку. Свыше 100 миллионов потребуется на восстановление лесного фонда и высадку новых саженцев. Сумма пока предварительная, источник финансирования не определен. Очаги еще не потушены. Осталось осуществить работы максимально по нераспространению данного участка и ликвидировать данный пожар. Где отпад, где сегодня уже погибла древесина, там, соответственно, ее будем убирать, подготавливать почву и высаживать новые посадочные. Возможно, ущерб был бы не столь разрушительный, если бы в засушливых районах края, где нет ни рек, ни озер, были дополнительные емкости с водой на случай внезапных пожаров. Такие емкости есть в самих деревнях, но на большей площади они не рассчитаны. А еще, говорят жители, хорошо бы вернуть на противопожарные вышки людей, которые в ходе лесной реформы заменили видеокамеры. Последние, по словам специалистов, вроде бы и бдятся ситуации в лесах в реальном времени, но оценить, как будет развиваться ситуация, не способны. И эксперты, и люди уверены, нужно тщательно проработать варианты противопожарной безопасности, доработать федеральное лесное законодательство с тем, чтобы лесозащитников стало больше. И тогда у леса будет больше шансов не пасть под стихии огня, после которого нужен целый век на восстановление. Мы и топимся с него, и все. И работают люди в лесу. В основном здесь сейчас сработает сложнее. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.